Он врачевал не только тела, сколько души. Почти неделю в Волгоградском храме похвала Пресвятой Богородицы находится иконой мощи святителя Луки. И поток верующих, которые стремятся приложиться к святыне, не уменьшается. Слово Екатерине Краваевой. Пребывание в храме похвала иконой частицы мощи архиепископа Крымского и Симферопольского Луки стало для православных Волгограда настоящим событием. Несмотря на то, что святыня постоянно хранится в часовне при региональном кардиоцентре, она доступна только для сотрудников этого медучреждения и пациентов. А между тем, святитель Лука при жизни был популярным хирургом, который принял сан священника и стал возвращать людям здоровье не только телесное, но и душевное. Он всегда начинал операцию с молитвы. И каждого человека, кто приходил к нему оперироваться, он благословлял перед операцией и трижды, троекратно крестил то место, которое оперировал. И всегда все операции проходили благополучно. И все оставались живы, здоровы. И потом, после выздоровления, всегда приходили и благодарили святителя Луку. Лука помогал людям всю свою жизнь. А после смерти святителя, говорят верующие, помощь приходит от его образа. Священнослужители знают немало таких историй. Женщина приезжала к нам приложиться, к мощам. Значит, приложилась. И потом, когда поехала домой на маршрутном такси, значит, ей дверью прибили руки. Вот. Она говорит, я всю дорогу ехала, иконы, пальцы, пальцы прям очень сильно распухли. Вот. Потом всю дорогу, пока домой ехала, вот иконы, которые приложила к мощам, она ехала, всю дорогу крестила вот это место. Говорит, я домой приехала, там чуть-чуть, чуть-чуть. Теперь к святыне из разных точек страны едут паломники. В основном просят о самом главном. Это великий святой наш. У него можно просить все. И о здравии своих близких, и о помощи в каких-то других житейских нуждах. Он наш же врач. Святыня пробудет в храме похвала Пресвятой Богородицы до 8 февраля. Дважды в день здесь служатся молебны. После этого иконы и мощи отправятся в Кировский район, в храм святой великомученицы Пороскевы. Екатерина Караваева, Андрей Стомин, телекомпания «Ахтуба».